В этом году на Дни города и района для славянцев было приготовлено немало подарков и сюрпризов. Чего только стоит гастрономическая выставка со всевозможными угощениями или ярмарка народных мастеров и курени, а также флешмобы и концерты. Сегодня мы хотим рассказать об еще одном праздничном мероприятии. Впервые в этом году в Славянском районе прошел фестиваль казачьих семей. Под песни и пляски участники на скорость распаливали кобытцу, носили воду в коромысли и даже ловили рыбу. Подробности в первом материале. Фестиваль казачьих семей во славу Кубани на благо России был посвящен 80-летию образования Краснодарского края и 225-летию освоения казаками кубанских земель. В нем приняли участие 12 семей, представляющие 12 казачьих родов, многие из которых основали в нашем районе первые хутора и станицы. Такие фестивали, они ведут, наверное, пропаганду нашего казачьего быта, устоев. И это то, о чем должны знать и помнить молодежь, это то, что мы должны им рассказывать взрослым. Для того, чтобы казачьему роду, мы младеры роды. Поэтому пока будут такие фестивали, пока казачество будет жить, пока наши традиции будут жить и будут помыть. Род и семья для казаков – это святые понятия. Это основа казачьего общества. Именно в семье закладываются основы духовности, нравственности и патриотизма. Фестиваль казачьих семей – это возможность еще раз обратить внимание на важность сохранения традиций и преемственности поколений. С того времени, как 225 лет назад поселились на Кубани казаки, я считаю, началась новая жизнь, потому что казаки – это люди, имеющие свой характер, это люди, которые умеют и любят трудиться, которые ставят во главу угла семейные ценности, правильно воспитывают своих детей. Поэтому вот этот фестиваль, который сегодня проходит, семейный именно фестиваль, я считаю, это сохранение тех традиций, которые издавна есть в нашем крае. И мы подрастающему поколению покажем, расскажем быт казаков, как они трудились, как они жили, чем они занимались. Я считаю, что это правильно и надеюсь, что этот фестиваль сегодня первый, он у нас будет проходить регулярно, постоянно. Программа первого фестиваля казачьих семей оказалась очень насыщенной. Им предстояло пройти 8 сложных, но интересных испытаний. Приступить первыми к состязанию жребий выпал казачкам. Хранительницам семейного очага необходимо было набрать бочку воды. А я работу одну опускаю. С этим испытанием все казачки справились. Правда, нести ведра с помощью коромысла оказалось не так-то и легко, как может показаться на первый взгляд. Трудно, конечно же, но вот, наверное, память вот эта вот, которая у нас заложена от предков, сработала. Я представляла, как это делать. Если честно, до этого никогда, конечно, с коромыслом не ходила. Но что при этом секрет главный – держать спинку ровно для балансировки, для равновесия. Вот это я учла, и мне это, наверное, помогло. Следующий конкурс – растопыть кобытсю. Здесь, как и полагается, бразды правления в свои руки взяли главы семейств. Под ободряющие возгласы казаков они приступили к растопке кубанских печей. Кубанские зажигай! Ручей, ручей, ручей! В этом конкурсе победу одержала семья сокол из прикубанского сельского поселения. Умелый казак в семье есть. А я со своей стороны только помощь моя, как говорится, любовь и ласка. Казачьи семьи активно болели и поддерживали друг друга. И к конкурсным заданиям они относились скорее как к возможности пообщаться, нежели как к соревнованиям. Фестиваль и для казаков, и для зрителей стал настоящим праздником. Оце моя, ну як сказать, жіночка Галя. Оце синочок, доченька. Старшенька, доченька моя, да. Ну, а так ми решили прийти на праздник і, ну, показати себе, да, а як же. Обязательно. На що эти глаза, щоб дивитися на других. Да, Галя? Да, да, да. Да. Вот ми, как говориться, своєм семейством прийшли на этот праздник. Пока ми разговаривали, казачки приступили к следующему конкурсу. Тещины, перешки. Их лепили і тут же на кобыці жарили. І все це проходило під веселі казачьі пісні. Глави поселений, приїхавши підтримати своїх земляків, теж не змогли остатися в стороне. Теполій, моя, 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 моя. На этом задання для казачьих семей не закончились. Казаки принялись растапливать самовар, а казачки – гладить рубаху угольным утюгом. І проходило це весело і задорно, так же, як і любі казачьи праздники. Парси казаки не перевернуться. Пока одни казаки і казачки хлопотали по хозяйству, другие на озере ловили рыбу. Участникам конкурса «Рыбак-рыбака видит издалека» необходимо було за два часа как можно більше наловити рыбы. Рыбачим. Рыба, конечно, здесь немножко ленивая, не хоче клевать, но ми постараємося, щоб вона все-таки клевала. Поэтому будем дальше стараться. Поэтому ми хотим, щоб сосредоточиться нас ніхто не отвлекав. Поэтому можна ми опять сконцентрируємося на наших любимих поплавках. По окончании отведенного времени улов каждой команды взвесили. Более удачливые рыбаки наловили свыше двух килограммов. А некоторым в этот день повезло меньше. Их улов составил всего 200 граммов. Пять штук рыб. Сейчас обалдеете. Весом. Общим весом. Общим. Пять штук рыб. Общим весом. Ну давай, родной, давай, давай, давай. Мы знаем. 200 граммов общим весом. Пятый мир. После окончания основной конкурсной программы участники приступили к презентации семейных альбомов «Летопись семьи». Они рассказали о казачьих династиях, живущих в поселениях. Представили семейные реликвии. Вашингтонинцы Петровской 200 лет. И 200 лет живут на кубанской земле, на нашей кубанской щедрой земле, казаки по фамилии Мягкие. А наша фамилия произошла из прозвища Мягкий. Это значит добрый и щедрый. Первыми переселились на Кубань из нашей полтавской губернии наши первые предки. Их было два брата – Степан и Павел. А вот в протокском сельском поселении рассказали о казачьей семье Завгородних. Мужчины этого рода героически защищали родину в годы Великой Отечественной войны. Один из старейших представителей семьи Завгородних, известный в нашем районе поэт и писатель Алексей Завгородний, тоже приехал на праздник. Его стихи о Славянске на Кубани прочитала внучка Евгения. Стояла казачья станица, жила своей жизнью в сторонке степной. Теперь это город, Россия частица. Славянск на Кубани, мой самый родной. Ему за 140, а он совсем молод. Вокруг зеленеют сады и поля. После презентации семейных альбомов участники фестиваля вместе с членами жюри отправились в Курине, где продемонстрировали собравшимся казачьи обряды. В Прибрежном Курине для жителей подготовили целое представление, в котором рассказывалось, как в казачьих семьях проходило сватовство. О, ясно. Теперь все видите, что это та и есть, по кому у казака сердце болело. Ну, так. Надо узнать, это та лебедушка, которая в сне нашего казака прилетела, или нет. Вот сидело. Давайте посмотрим, зрячая она или не зрячая. Может ли она нагибаться за каждой копейкой. А ну, проверим. Забирай, Люба, забирай. Хозяйка экономной будешь, не станешь гроши разбазарювать. А я ж там кидала серебро, чтобы было в доме добро, и митний, чтобы никогда не были митни. А сколько же ты грошей кидаешь в горш? Ни сколько, в горш я кидаю мясо добуряк. Так правильно отвечаешь. А когда ты попали начинаешь мить, где лучше мышь, по углам, чи в середині? Да я везде хорошо мыю, стараюсь. А ты же шумница. Побывав во всех куренях, жюри подвело итоги. В первом фестивале казачьих семей победила семья Алифир из прибрежного сельского поселения. Второе место завоевала казачья семья Сокол из Прикубанского. Третье – семья Мягких из станицы Петровской. Победителям вручили грамоты и памятные подарки. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Александр Тимовская. Программа «События».